Тут по сути нет ничего интересного, все самое интересное у нас в бункере. Приветствую подписончики, с вами Саша Джаггернаут и сегодня 10 марта, тем временем в Payday 2 у нас вышло большое количество DLC и даже в общем-то одно обновление. Сейчас я вам это все продемонстрирую. Первое обновление у нас будет в инвентаре, к нам добавили новое оружие, точнее два новых оружия. Так, недостаточно средств, сейчас мы начитерим. Так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот, все. Ну вот в общем-то по сути у меня эти пулеметы есть, добавлено это оружие в особенно, это миниган-вулкан. Написано и миниган, и вулкан. То есть как-то это, это как в танках онлайн вулкан. Ну, классический шестиствольный пулемет, с ним еще терминатор ходил, в общем-то какие у него есть модификации. Так, давайте он у меня куплен уже давно. В общем вот смотрите, это короткий вариант, то есть якобы для стелса, но на стелс с таким миниганом не сходишь. Сейчас вот давайте посмотрим. Ствол. Рейлиал, ассалт. Ну, короче, вообще такой удлиненный ствол. Он вроде бы как бы и точность повышает, но понижает стабильность и скрытность. Ну, в общем-то с миниганом скрытность это, мне кажется, не и не слышат. И вот такой вот коротенький ствол. Это что-то похоже на A7 Fortis 2, там типа такого тоже короткого минигана было. Так, дополнительно, я возьму половину комплекта. Это у нас отнимают патроны, убирают точность, стабильность. В общем, без этого вот мы сюда добавляется вот эта вот красная рама. По сути она черная, обычный миниган. Ну и гаджет, в общем-то вот, как всегда, я ставлю до конца все. Вот, вот это уже удлиненный вариант минигана и, как вы видите, без красной рамки. То есть у меня тут полный боезапас и прочая фигня. Вот, сейчас еще посмотрим, а то вдруг что-нибудь еще добавили. Нет, пока, ребята, все пусто. Обновлений вроде бы никаких нету, да, ничего такого нету. Вторичное оружие, по-моему, это вот это вот RPG, ну, у нас HRL 7. В общем, вот, наносит бешеный урон, то есть прям враги буквально отлетают от вас. Вот, а можно ставить из модификации только прицел. Вот так вот. А почему-то, знаете, бегается с ним очень довольно-таки быстро. То есть вот только ты его взял и все, можешь сразу убежать. Вот, урон тут, конечно, как видите, он просто неимоверный. Так вот, ближний бой. В ближний бой у нас ничего не добавилось, брони тоже нет. Так вот, я вижу нету. А что насчет масок? У нас появились очень, такие, знаете, разнообразные крутые маски. Так, что это такое? Наград за дурную репутацию. Ну, сейчас, в общем-то, это 4. Вот, смотрите, брутально смотрится. Так, надо это делать вот так вот. То есть у нас есть 5 этих. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Сейчас мы, в общем-то, прокачаем себе In5Morning. Ну, это дурная репутация. Чтобы открыть вот эту всю ветку. Кстати, это тоже одно из обновлений. Вот. А потом уже я, как бы, продемонстрировал вам все масочки. Так, все. Так, 125. В общем-то, открываются стандарты маски изначально. Потом увеличенный опыт на 10%. И все, вот, уже пошли у нас такие крутые маски, крутые эти. Сейчас я вам их покажу. Ну, это только открыть это все. Ну, вот, если это все, как бы, пытаться пройти без читов, то есть накопить сот уровень и открыть какой-то, вот, какую-то масочку, палача, допустим, но это очень долго просто. Поэтому, опять же, мне чит в этом помогает. Ну, и при всем при этом, я ни одну DLC не покупаю. Хотя, вот, их надо купить, вот, эти, вот, выливать еще. Вот. Я, как бы, на это ничего не тратил. Так вот, масочки у нас такие. Так, обычные. Опа. Читов маск, балаклала. Так, читерная маска. Маска какая-то. Ну, я не знаю, что это такое. Вот, в общем-то, DLC. У нас, кстати, еще добавилось новое DLC, которое может изменять автоматически оружие на карабин. Поясню разницу. Обычное оружие, оно будет, как не гладкоствольное, а нарезное. То есть, там ствол нарезной. Можно это изменить на карабин, но при этом, как бы, у нас будет, вроде, патронов, другой калибр. Такие большие патроны. И это. При этом повысится урон, но уменьшится боезапас. Вот так вот. Так. И вот с этим DLC, вот, такие масочки у нас идут. Масочки динозавры. Кто фанатик такой, можете их приобрести. Помимо этого. Так, это была маска. Добавились вот такие вот маски. Мега. За что их дают, я не знаю. А, это оверкилпак. То есть, это обычные маски персонажа в Payday. То есть, классические. Но они добавлены с анимацией. Ну, вот это вообще, по мне кажется, вообще прикольно. Сделали. Вот они еще, видите, как-то подсвечиваются. Блики делают. Вот это тоже прикольно. Если ее покрасить чисто в черную, это просто, знаете, Чикаго будет. Так, а генерал оверкил. Ну, на любителя так. Так, это уже обычная маска. Так, специально. Ну, это я вам показывал. Маски с дурной репутацией. Вот тут, в общем-то, меня вообще это все порадовало. Так. Где там она начинается? Вот, в общем-то, андроид. Первая маска. Довольно-таки прикольненькая. Плохо, что не на всю голову. То есть, она как сзади, мы видим, такой этот. Лямки, кляп. Балаклава. Балаклава сделана довольно-таки странно. То есть, если вот они ставят такие модификации наружу, неужели они не могут сделать себе нормальный балаклаву без вот этого вот жгута из вот этой веревки. Дух воина. Более чем похоже на шлем Саурона. Ну, как мне кажется. Вот, но вот крылышки эти. Откуда-то от другого. Кому? Это такое вот у нас капюшонка. И иногда можно увидеть тут облики черепа. А Мститель, это вот такой респиратор. Из каких-то игр он. Из фильмов часто его используем. Типа там, Апокалипсис и то-се. Вот. Ну и Страж. Страж это вообще шлем этот похож на Пауэррэнджера. Да, вот. Как будто вот реально тут животное, тут зубы. Вот. Ну, в общем-то все. С масками у нас на этом закончено. Сейчас я вам покажу, какие у нас тут обновления есть по автоматам. В общем, выбираем любой мы коллаж. Славянский ствол. Современный ствол. И вот видите, набор ДМР. У нас отнимается 90 патронов. Но при этом добавляется бешеный урон. То есть 47. И увеличивается точность. Но при этом стабильность. В общем, как я еще раз повторюсь. Ствол делается не нарезной, а вроде бы гладкоствольный. Потому что карабины, они вроде гладкоствольное оружие. Вот. Ну и, ага, дополнительная рейка для прицела. Ну, давайте-ка поставим. Раньше просто, мне кажется, ее не было. Да, ее не было. Серьезно. Ага, вот еще добавляется цевьё. Это, ребята, это не все. То есть тут множество различных штучек. Которое добавляет эта модификация. Так, нельзя ставить в магазин. 4,5,3, прицел. Ладно, прицел пусть тот же стоит. Так, приклады сейчас посмотрю. Да, и даже, кстати, свариться. Добавляются приклады. То есть довольно-таки обширный мод. Это я только посмотрел калашников, положу еще очень много оружия. И на всех их просмотреть модификации ну просто нереально. Давайте-ка возьмем миниган. Возьмем РПГ. И покажу я вам сейчас еще одну миссию. Ну как миссию? Миссию это назвать сложно. Это, скорее всего, вот такой типа... Типа-типа элемент РПГ, что ли. В общем, начинаем игру. У меня сейчас немного насмоток, так что... Ну, я думаю, у меня сейчас пока не сильно гнусавый голос. Поэтому я только начинаю, только болеть. Думаю, терпимо будет. В общем, изначально это нам представлялось как миссия. То есть нам там надо было задание. Одеть маску, взять то, взять это. Сейчас у меня тут вроде все открыто. Кто помнит, миссия Хэллоуин. Там, в общем-то, был день... Был день. Была ночь. На нас нападали бульдозеры без головы. С пулеметами. Вот. Они совершенно там практически бессмертные были. Вот. И сейчас как бы тут тоже самоубежище. Но уже мирное. Там нет ни врагов, ничего. Просто можно походить. Там пострелять в тире. В общем, сделали такой дом. И как там говорилось, короче, вскоре этот дом будет можно там как-то апгрейдить, тюнинговать. В общем, делать чисто все под себя. Вот мы дома. Открывается у нас это убежище. Палец. Одеваем масочку. Вот, в общем-то, наша РПГ. Вот он, наш миниган. Минигон. С ним, вы знаете, бегает довольно-таки медленно. А с тем же самым РПГ, но который, как мне кажется, не настолько удобен. Считаю, вот кому удобно палку на плече таскать. Вот, в общем-то, у нас тут дворик. Можно пострелять, только я не знаю, в кого. Тут графушки везде, гетто. Так. Заходим мы обратно в домик. Тут, по сути, нет ничего интересного. Все самое интересное у нас в бункере. В общем, а тут у нас идет прачечная. Вот, а там выход на улицу. Но на улице выйти у нас никак не получится. Тут у нас решеточки. Дверь-то вроде открыта, но она закрыта на решетку. И то, что мы будем стрелять по прохожим, это... Они на это никак не отреагируют. В общем, не будет копов никаких. Ладненько, идем вниз в нашу базу. Воп. Ой-ой-ой. Слушайте, что-то залагало. Все, лаги у меня прошли. Так. Ну, в общем-то, классика. Камеры. За ними можно наблюдать. Они рабочие. Показывают все, что у нас происходит тут. Так же тут у нас есть Crime.net. То есть, просматривать задания. Это для большего погружения в игру. Так. Тут у нас есть взлом дверей. То есть, у нас тут показано, какие двери можно открывать выстрелом, а какие взломы. В общем, вот, вот это мы взломали. Это тоже так вот взломали. Тут надо либо ключ-карты, либо генератор помех. В общем, тренироваться тут можно. Вот так вот. Ладненько, идем дальше. Также тут у нас есть такое вот деньгохранилище. Показывает, сколько у вас всего денег. То есть, на вашем личном счету. Вот. У меня пока столько. А, это вроде оффшор вещь, если я не ошибаюсь. Так. Идем дальше. Тут у нас такая небольшая оружейная. Тут у нас масочки. Первые наши 8 масок, которые есть в инвентаре. Это наше оружие. Не знаю только она в каком порядке стоит тут. То есть, как оно вообще раскидывается. Мне кажется, абсолютно рандомные пушки взяли и все. А вот это вот у нас тир. То есть, вот появляются. Вот так вот мы их кладем всех. Вот. Как-то так. Также тут у нас есть такие сейфы. Они, как сказать, рабочие. Ну, как сказать, их надо взламывать. Их пытаться. Там можно разными способами. Либо отверткой, либо дрелью, либо бомбы в РСИ-4 поставить. В общем, любыми способами, абсолютно. В общем, знаете, реально, такое полное погружение. Обновление по ЭДе, ну, просто не переставит удивлять. В общем, реально, меня все устраивает. Так, это камера. Кто помнит, задание было. Там надо было на камеру стоять, как мы зажигаем деньги. Так, это нож. Это глок. Так, ну вот, в общем-то, ребята, показ вам обновлений. Показ DLC. Вот. Payday пока идет у меня в плюс по рейтингу. Ну, то есть, хорошее обновление. Все нравится. Можно как бы на это потратиться. Последующее обновление я расскажу в следующем видео. Ждите его.